МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Благовещенске открыты парикмахерские музеи с выставочными залами, поэтому выбор, чем заняться в выходные, у благовещенцев очень широк. Конечно, при наличии QR-кода вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Пока же советую занять место поудобнее у экрана вашего телевизора, потому что сейчас я, Кристина Добровольская, расскажу вам самые актуальные новости города, области и мира. Ну и неделька уже в эфире. Поехали! Чтобы добраться до столицы и обратно, пассажир заплатил сумму, за которую можно было купить подержанное авто, перелет обошелся в почти 250 тысяч рублей и стал одним из самых дорогих в 2021-м. Рейтинг составили аналитики российского сервиса, онлайн-продаж билетов на поезда и самолеты. В первую тройку недешевых вошли билеты на рейс из столицы в Петропавловск-Камчатске и обратно. Он обошелся пассажиру в 282 тысячи 122 рубля. Проездной Москва-Благовещенск-Москва стоил 249 тысяч 938 рублей. Возглавил рейтинг перелет из Москвы во Владивосток и обратно. За него взяли 329 тысяч 326 рублей. Аналитики отметили, все проездные документы, которые попали в рейтинг, приобретали для перелета бизнес-классом. В рейтинг дорогих билеты на рейсы дальневосточной авиакомпании точно не попадут. Благодаря субсидии в 5 миллиардов рублей, которые выделили на 2022 год, компания начала выполнять регулярные полеты по социально значимым маршрутам, по доступной для пассажиров стоимости. В 8.05 аэровокзал Благовещенска встречал первый самолет по новому маршруту. Завораживающее предрассветное небо и все подробности в материале Кристины Слепцовой. Предрассветное небо на Дамурской столице озаряют огни, тишину нарушает гул. На первый взгляд ничего необычного, но такие рейсы аэровокзал Благовещенска не встречал целый год. Это прямой из Южно-Сахалинска в областной центр. Самолет прилетел заполненным практически на 100%. Билеты на него приобрели 65 человек. Компоновка судна, 70 кресел. Оценили пассажиры удобство, доступность, цена вопроса чуть больше 5,5 тысяч рублей. И, конечно, скорость. На то, чтобы добраться с острова, уходит меньше 2,5 часов. Честно говоря, на час бы позже. Чисто по суткам. Не в 7,25, а в 8,25, 9. Было бы удобнее. А как приходилось добираться раньше? Ну, по-всякому. Через Владивосток, через Хабаровск. А сейчас напрямую удобно. Пока борт готовили к новому рейсу, в здание аэровокзала шла регистрация. Это же судно после небольшого перерыва отправилось во Владивосток. Посадочные на него приобрели 66 человек. Среди них Алла Вазимиллер. Женщина после отпуска отправилась на работу. Когда продумывала маршрут и искала билеты, удивилась. Приятно удивлена тому, что вновь у нас проходят эти рейсы. Очень удобно, очень удобно. Так как цена не кусается, скажем так. И удобно тем, что напрямую достаточно быстро. А раньше добиралась другими компаниями, ну, либо поездом. Регулярные рейсы из Благовещенского в Владивосток и Южный Сахалинск с сегодняшнего дня начала выполнять единая дальневосточная компания. Ее создали в прошлом году по поручению президента Владимира Путина. Согласно расписанию, до конца марта оно зимнее. Летать самолеты будут по понедельникам и субботам. Но руководство компании не исключает, так как эти направления востребованы, в будущем, возможно, добавят еще рейсы. На лето расписание полетов также пересмотрят. Нормы провоза для пассажиров. Ручная кладь составляет 5 килограмм. И одно место багажа масса 23 килограмма. Что касается провоза спортивного инвентаря, который, как правило, пассажиры берут с собой для поездок на курорты, в Южный Сахалинск, на горный воздух. Дополнительно спортивное оборудование проводится платно. Поэтому прошу на это обратить внимание. В 2021-м дальневосточная авиакомпания выполняла рейсы по трем направлениям. Хабаровск, Благовещенск, Зея, Комсомольск-Наамури, Благовещенск и Хабаровск, Благовещенск, Тында. Работу над расширением маршрутной сети провело амурское правительство. Поэтому в 2022-м добавились направления в Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск и Якутск. Еще одна возможность посетить соседние регионы станет доступнее для Благовещенцев. С 1 марта поезд Благовещенск-Хабаровск станет ежедневным. Продажи билетов уже открыто. Такой график запланирован до 31 августа. С 1 сентября поезд снова будет ходить через день. Пассажирам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки в течение всей поездки. По правилам скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок является обязательным. Один перевозчик на один маршрут. В Благовещенске вплотную занялись модернизацией системы общественного транспорта. Обсуждают, как повысить ответственность владельцев автобусов и сделать поездки более комфортными. О том, каким выводом пришли после масштабных исследований, расскажет моя коллега. По расчетам проектировщика, Благовещенску стоит отказаться от маленьких автобусов. Они не могут вместить одномоментно всех ожидающих пассажиров. Целесообразнее сократить их число, но при этом за счет увеличения вместимости общественного транспорта решить в том числе проблему с нехваткой водителей. При этом жестко отрегулируют время между рейсами. Например, определяют промежуток в 20 минут, но эти 20 минут водители должны будут строго выдерживать. Кроме вместимости автобусов, специалисты обследовали сами маршруты, насколько они востребованы, какие затраты несут перевозчики и множество других факторов. Такой всесторонний анализ системы общественного транспорта в Амурской столице в постсоветское время провели впервые. Сегодня комплексная схема организации транспортного обслуживания населения готова. Как отметил мэр Олег Имамеев, это не догма, но документ дает четкое понимание, что нужно менять. Изучали различными способами вход до опроса населения. И технические средства применялись, и датчики, которые следили за количеством пассажиров, и волонтеры. Эта работа накрыла весь город полностью, то есть каждый маршрут, каждый остановочный пункт был изучен. Кроме проблемы нехватки водителей, обновленная система должна помочь решить и вопрос несоблюдения графиков перевозчиками. Задержка не должна будет превышать двух минут. Дублирующие маршруты. Планируется, что по-новому общественный транспорт областного центра начнет работать во второй половине июля. За каждый маршрут будет отвечать один перевозчик. Таким образом, ответственность предпринимателя будет персональной. Оптимизация маршрутов и уменьшение некоторых маршрутов – это не призыв взять и что-то обрезать. Вот это же опять же комплексный подход. Вот едут два маршрута, вот так вот так едут, потом они вот так немножко вильнёт и опять выходят. Ну, я так уже показываю. Но это два разных маршрута. Сейчас один будет вот так ехать, только будут здесь стоять не два автобуса параллельно или еще другу обгоняющих, а один большой автобус, который чуть реже, но этот маршрут будет один завернуть туда, куда тот заворачивал. Олег Мамеев также отметил, что некоторые маршруты продлят, ведь в городе появляются новые точки, такие как Лазурный берег и другие застраиваемые территории. К слову, модернизация общественного транспорта в Благовещенске идет и сейчас. На остановках устанавливают информационное табло. Сами павильоны меняют на современные. За последние два года в парке муниципальной автоколонны и частных перевозчиков появилось 45 новых автобусов. В ближайшие три года процесс серьезного обновления техники продолжится. Намерены власти внимательно следить за тем, как приживутся грядущие изменения. И к другим темам. В микрорайоне Северный планируют построить газовую котельную. Сдать объект намерено уже к концу следующего года. Причем реализовать проект планируют под ключ. Это значит, что аукцион объявили сразу на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной рабочей документации и само строительство. Подрядчика определят к середине февраля. Газовая котельная в Амурской столице станет самой крупной на Дальнем Востоке. Ее тепловая мощность составит 80 гигакалорий в час. Объект возведут за счет федеральных средств с одним процентом софинансирования из городского бюджета. По словам мэра Олега Имамеева, объект будет обслуживать большой жилой район с активной застройкой. Это квартал улиц Зеленая, 50 лет Октября, Шафира, Театральная. Сейчас здесь уже размещаются жилые дома, два колледжа, школа. Есть планы по развитию территории. В частности, возведению здесь школы на 1200 мест и детсада. При этом источники теплоснабжения загружены, и подключить к ним новые объекты невозможно. Строительство котельной позволит решить этот вопрос. Да будут дамбы! Больше 4 миллиардов рублей правительство страны направит в Преамурье на защиту от паводка. Распоряжение подписал глава Кабмина страны. Деньги на строительство гидрозащитных сооружений область получит в рамках федеральной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Дамбы построят во Владимировке и Устивановке. В общем, там проживают около 2000 человек. Сооружения помогут защитить местных, их имущество и инфраструктуру от водной стихии. Построят объекты к 2025 году. Ямальские врачи сотворили чудо и спасли беременную девушку со стопроцентным поражением легких от ковида. Она пролежала в коме больше месяца. На 24-й неделе беременности Олеся Манина из Ноябрьска заболела. Тест на ковид оказался положительным, а легкие были поражены уже на 27%. Ее госпитализировали, но состояние стремительно ухудшалось и через 5 дней стало критическим. Перед реанимацией она написала мужу последнее письмо. Шансов на выздоровление почти не было. Месяц девушка была в медикаментозной коме, но реагировала на голоса и даже плакала, когда ей рассказывали про еще нерожденную дочку. Медики даже дали девочке имя – Катя. Методы лечения подбирали с удивительной точностью. Делали все возможное и невозможное, чтобы спасти Олесю и будущего малыша. И пациентка пошла на поправку, а вскоре даже покинула реанимацию. Она продолжает лечение, но теперь жизни Олеси и ее ребенка ничего не угрожает. Летите в отпуск за границу? Тогда стоит заложить в отпуск еще несколько дополнительных дней для самоизоляции по приезду. Соответствующие изменения в распоряжении губернатора области внесли в минувшую пятницу. Согласно документу, который опубликовали на сайте регионального правительства, прибывшие из зарубежных поездок омурчане должны стать тест на COVID-19 и до получения результатов обеспечить изоляцию в домашних условиях. В частности, не контактировать с членами семьи и теми, кто не подвергнут изоляции. Не ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки, общественные места. Напомним, на прошлой неделе в Преамуре зарегистрировали первого заразившегося новым штаммом COVID-19 омикрон. В пятницу Роспотребнадзор сообщил о еще пяти подхвативших в Преамуре омикрон. Свой второй день рождения отметили те, кто вот уже полгода не видел праздника. В Благовещенске наконец-то открылись детские игровые комнаты, что вызвало восторг и вздохи облегчения не только самих предпринимателей, но и родителей. С какими проблемами за полгода простоя столкнулись бизнесмены и какую поддержку им оказали городские и областные власти, расскажем в сюжете. Звуки аттракционов и игровых автоматов в торговом центре сравнимы с машиной времени. Переносят он полгода назад. Их не слышали здесь с июля 2021-го, как и не видели посетителей. Полгода сотрудники парка развлечений не видели своих юных друзей, а тени дарили улыбки и смех. Такие условия продиктовала пандемия коронавируса. Детям скучно было, некуда сходить. Только в кино ходили, максимум на мультики, кино, уже все фильмы пересмотрели. А теперь, ну вот, опять все началось. Спонтанно увидели, в интернетом не пользуемся и не смотрим. Просто увидели, зашли и очень рады. И сын рад, и дочь рада, все рады. Несмотря на долгожданное открытие, в первые дни работы никакого ажиотажа. Администраторы строят свои предположения. Небольшой поток связан с тем, что многие благовещенцы не знают о возобновлении работы детских игровых комнат. К слову, в этом парке развлечений посетители смогут воспользоваться не всеми аттракционами. Например, излюбленные лабиринты малыши пока гостей не принимают. Прошел большой период с момента закрытия парка, это полгода. Ну, соответственно, люди у нас ушли. Теперь нам нужно набрать новый персонал для того, чтобы открыть наши игровые для малышей. Сколько человек нужно? Ну, сейчас нам необходимо примерно человек шесть еще. Это вот самый минимум. С такой же проблемой столкнулись в игровой комнате по соседству. Пандемия и коронавирусные ограничения стали причиной увольнения большинства сотрудников. Те, кто остался, усиленно трудятся. Как только узнали новость об открытии, принялись смахивать пыль и дезинфицировать игрушки. Гостей ждут здесь в четверг. Постоянные наши клиенты, те, которые у нас проводили уже дни рождения или хотели, но не попали из-за пандемии. Сейчас как раз это все активизировалось. Активные наши профили в Инстаграм стали обратно. И все спрашивают сейчас. Действительно, сейчас есть запрос на то, чтобы все это работало. Мы рады, да, действительно рады. То есть, конечно, для нас это сейчас очень сложно будет, потому что это будет третий раз, третий запуск, будто мы заново будем бизнес с нуля восстанавливать. Поддерживают предприниматели областные власти. В конце прошлого года бизнесменам выделили субсидию. Воспользоваться субсидией могли и те предприниматели, которые добросовестно соблюдали все ограничения. Субсидия рассчитывалась, исходя из одной тысячи на один квадратный метр помещения, но не более 150 тысяч на одного получателя. Ну и плюс по два размера минимальной оплаты труда на каждого работника, кто занят был у предпринимателя. Финансово поддержали из городского и областного кошельков 15 амурских предпринимателей на общую сумму больше трех миллионов рублей. Благовещенск – центр развития детского биатлона в России. Так наш город назвала олимпийская чемпионка Анна Багалий. Столица Преамурья станет пилотной точкой всероссийского проекта. Его поддержал Минспорта России и мэр Олег Имамеев. За биатлоном в школу будет большое будущее. Мы развиваем этот проект. Наше содружество детско-юношеского биатлона работает в этом направлении. И вместе с Благовещенском мы будем и дальше идти вперед. И Благовещенск сейчас является тем, наверное, самым главным центром в развитии. В рамках инициативы «Биатлон в школу» планируется выявлять талантливых спортсменов и помогать в их дальнейшем развитии. В целом же планы по продвижению биатлона Олег Имамеев обсудил с Анной Багалий еще во время ее приезда в рамках первого спортивного форума. В трех школах Благовещенска уже открыли секции и планируют сделать это минимум еще в двух образовательных учреждениях. При поддержке администрации городоначальника для школ закупили инвентарь, создали все условия, чтобы обучение детей было бесплатным. Помощь оказывает областная федерация биатлона, проводят мастер-классы для юных горожан, учат педагогов, азам олимпийского вида спорта. Прямо сейчас в нашем городе происходят невероятные события. Сюда съехались рыцари со всего Дальнего Востока, чтобы показать свое умение владеть щитом и мечом. Нет, нет, вы не ослышались, вы все еще в 21 веке. А вот ребята, которые занимаются современным мечевым боем, про средневековье уже знают немало. Выбранный вид спорта обязывает. Наши спортсмены сегодня поборются за право отправиться на первенство России. О том, как готовились благовещенские укротители щитов и мечей, которые занимаются в 26-й школе, расскажем прямо сейчас. Сейчас будем подъезжать, я буду выдавать упражнения, будете повторять и со мной. Пусть разминка и не средневековая, но она неотъемлемая часть тренировок по мечевому бою. Он ничем не уступает другим видам спорта. Хотя официально в России спортом еще не признан. Предшественник современного мечевого боя – историческое фехтование. Именно из него он зародился в 2011-м. В Преамуре пришел спустя 8 лет. Больше популярен среди мужчин. В секции единственная представительница прекрасного пола – Александра Вакуленко. При этом девушка – одна из самых опытных спортсменов. Мне с детства нравилась такая тема, можно сказать. Да и встретила впервые на выставке музеевской, когда там, получается, показали бои, но они были на мечах железных с щитами деревянными. А потом, когда узнала, что есть секция, так к папе повернулась. Пап, запиши меня туда, пожалуйста. Вот, вот, что мы должны исполнить в идеале. Работают спортсмены с современными вариациями щитов и мечей. Они изготовлены из полимерных материалов. Поэтому серьезно травмировать ими нельзя. Но так как во взрослом СМБ меч может весить почти как металлический, неотъемлемой частью экипировки является защитный костюм и шлем. Если попадать в определенные точки, к примеру, в ноги сзади, или по спине, или по руке, в плечо, может быть и больно. Но в основном защита и щит помогают. Мечевой бой не только спорт. Еще и возвращение в историю. На тренировках изучают средневековое оружие, тактику ведения боя конными и пешими воинами, особенности сражений в разные эпохи. Если брать историческое фехтование, там все практически поголовно хотят этим заниматься. И почти все состоят в специальных клубах реконструкции. А мы, СМБ, мы дети. Кто-то хочет заниматься, когда видит мечи и щиты, а кто-то хочет погрузиться в историю. Сейчас СМБ развивается в 25 странах мира. Несмотря на свой рыцарский колорит, мечевой бой имеет много общего с другими единоборствами. Например, с киндо. Спортсмены даже могут попробовать себя на соревнованиях друг друга. В любом случае мы найдем что-то общее в стойке, в перемещении, в понятии о дистанции, о тайминге. Мы, когда с киндоистами начали общаться, мы вообще поразились тому, вот они фехтуют с клинковым оружием, мы фехтуем с клинковым оружием. У нас немножко разный подход в подготовке, но мы поразились тому, сколько у нас, в общем-то, точек соприкосновения. В Благовещенске в секции СМБ занимаются два десятка человек, в основном в дети. Их группу принимают с 10 лет, но возраст могут снизить. Уже сейчас некоторые клубы России и мира работают с малышами 3-4 лет. Альпийская ель, которую установили на главной городской площади к Новому году, простоит там еще месяц. Такое решение принял мэр Олег Имамеев на основе опроса, который градоначальник провел в своем Телеграм. За то, чтобы не убирать праздничное дерево в январе, высказались 72% ответивших. Наша съемочная группа решила узнать еще и мнение прохожих. Ответы уже в эфире. Пусть стоит, стоит, конечно. Дети ходят, смотрят. Ну, чтобы радость детям приносить. Как приходить и ничего нету. Пусть, конечно, стоит. Да пусть стоит, пока не растает все. Ну, детям же интересно. И нам, мы тоже ходим вечером там или когда это самое. Ну, просто мы как-то в этом году я вот сразу была, а потом уже нет. Конечно. Да и до марта, на 8 марта пусть стоит. Скорее всего, в конце января. А почему? Не знаю. Ну, типа, мы вообще елку убираем там в числах пятых, десятых дома. То есть праздник прошел и сразу как-то, ну, такая традиция в нашей семье. Да пусть стоит, что она мешает. Она же не мешает. Все-таки по вечерам ходят сюда. Ну, я не знаю. Если мы китайский Новый год отмечаем, то можно и в конце февраля убирать. В конце февраля, наверное. Потому что площадь маленькая была, и народ не весь успел сюда приехать. Чтобы все успели сходить посмотреть. Да, да, да. Ну, обычно убирают же в феврале, по-моему. Лучше в феврале. Пусть продлится Новый год. Крещение Господне отмечали на этой неделе православные верующие. По традиции, в этот день люди ходят в храмы, набирают святую воду, а самые отважные окунаются в прорубь. В купели в районе Амурской 1 приверженцы крещенского купания начали стекаться с ночи. К полудню в прорубь успели окунуться несколько сотен горожан. С ними и пообщалась наш корреспондент Юлия Мишурнова. На улице минус 20, в воде чуть больше нуля. Выбор очевиден, смеются опытные купальщики. Иван Леонтьев в крещении окунается много лет, а в последние годы – не только в праздник. Я шапку беру для того, чтобы волшебный мочить, и чтобы в голове меньше холода было. Что я делаю? Кибирем, пересерну, шистый, гвоздику добавляю. Для 4-летней Ники Шпак – это первое купание в проруби. Нырнуть отважилась сама, по примеру родителей. Вообще мы каждый год купаемся. И дорогой мой муж, и я купаюсь. Ну а дочь у меня решилась в первый раз. То есть она изначально, она это все видела, как это все происходит, трогала водичку, она это нашла осознанно. Как тебе водичка? Хорошо. Еще бы искупнулась? Нет. Юнормейцы второй школы к проруби пришли целым отрядом. Приобщиться к традиции семиклашкам предложил куратор. Родители идею поддержали. Во-первых, привлечь их к нашей культуре, это наша традиция. Ну и вторая, наконец, уже перебороть свой страх холодной воды, закаляться. Очень положительные эмоции. И очень передают их потом другим ребятам. Если в прошлом году было всего два человека, вот сегодня уже десять человек. Замерзнуть никто не успел. На берегу для купающихся работала баня. Поэтому некоторые благовещенцы в прорубь возвращались по несколько раз. Окунулся. Потом пошел в баню, прогрелся. Потом еще раз окунулся. И так шесть раз подряд. Сейчас пойду в баню, прогреюсь седьмой раз. Ну раз десять я буду окунаться седьмой раз. Очень полезно для здоровья. Точно не заболеете. Крещенская вода. Чтобы не заболеть, нырять нужно с головой. В переносном смысле. Бездумное окупание пользы не принесет ни телу, ни душе. Конечно, неприятно слышать, когда возгласы, еще и нецензурная брань. Это во-первых. Во-вторых, когда люди не трезвы в состоянии. То есть это неосознанное поведение. И, конечно, оно недопустимо. В такой день, вот именно и здесь, на проруби. Неподалеку от купели традиционно прорубили и ордань. Провели обряд водосвятия. Набрать воду пришли десятки горожан. Но употреблять ее не рекомендует ни церковь, ни Роспотребнадзор. Здесь все-таки вода – это как бы обтираться, освещать помещение. Ну вот для таких целей. Желательно, конечно, не искушать Господа. Это же не магия. Во время освещения вода свои биохимические свойства не изменяет. Набрать святой воды, пригодной для употребления, можно практически во всех храмах города. И напоследок для вас минутка умиления. В Иркутском зоопарке львенка и двух тигрят воспитывает лабрадор. Вот сами посмотрите. Львенок Фортис и лабрадор Эльза родились в один день. Но при рождении львица повредила Фортису лапу и ее ампутировали. После операции львенок был слаб и испытывал стресс, поэтому к нему подселили щенка. Позднее Фортис и Эльза так подружились, что лабрадора пришлось выкупить у хозяев и оставить в зоопарке. Позднее к львенку и собаке добавили еще двух квартирантов – маленьких тигриц. Одна из них была без уха. Их привезли в Иркутск из Владивостока. Малышки не хотели расставаться друг с другом, и сотрудники зоогалереи приняли решение отправить тигрят в вольер к Эльзе и Фортису. Зверята подружились и сейчас все время проводят вместе. Воспитывает котят лабрадор. Хищники с удовольствием подчиняются собаке, которая весит на 10 килограммов меньше. Чтобы стать настоящим киберспортсменом в России, нужно будет уметь не только быстро жать на кнопки, но и бегать стометровку и приседать. Минспорта страны утвердила программу подготовки киберспортсменов, где указано, что физические упражнения должны занимать не менее 25% от всего тренировочного времени. Так что игры играми, а зарядка по расписанию. Для нас с вами тоже настало время размяться, ведь ну и неделька на этом точно все. Увидимся в эфире.